Раньше канал Наша Свобода назывался Лайв Ньюз, и мы не раз говорили о его сюжетах. Вот сейчас он дал новый интересный сюжет. Сюжет об атаке Путина и кампании на Павла Грудинина. Суть. После выборов, на которых стало ясно, что Грудинин реальный кандидат на пост президента Российской Федерации, власти начали большую кампанию, начали информационную кампанию по его дискредитации. Ну, или если говорить по-русски, его начали поливать помоями в средствах массовой информации, СМИ. Нужно отметить, что это вообще излюбленная тактика номенклатуры. Дело в том, что в условиях системы, построенной на господстве частных собственников, как известно, ничего не стоит человеческая жизнь. Но вот в условиях азиатской диспотии, в условиях, построенной на доминанте государственного и идеологического аппарата, ничего не стоит не человеческая жизнь, а ничего не стоит человеческая честь. Любого, даже кристально честного, ничего не стоит топтать в грязь. По этой причине в Советском Союзе почти не было заказных убийств. У номенклатуры просто не было в этом необходимости. Они могли залить помои, кого угодно, и это оказывалось даже эффективнее, чем убийство. На самый крайний случай был разработан такой очень интересный диагноз – вялотекущая шизофрения. Его можно было поставить любому. Согласно классификации этого заболевания, любые проявления любого человеческого темперамента можно было истолковать как его симптомы. И, соответственно, любому человеку, советскому человеку, хотел сказать правильно, хотел сказать, припечатать такой диагноз. В 1964 году за этот диагноз Советский Союз даже исключили из Всемирно-психиатрической ассоциации, поскольку было ясно, что это диагноз для политических расстройств. Это уже не говоря о монополии советской номенклатуры на СМИ. Средства массовой информации в Советском Союзе внутри страны практически любого могли выставить, или подонкам, или дуракам. И ответить им было нельзя, потому что независимых от номенклатуры средств массовой информации внутри нашей страны тогда не было. Великий Путин в этом плане нас опять почти вернул в Советский Союз. При Ельцине диагноз велотекущей ажиофрении был официально признан ненаучным, при Путине он опять стал вполне себе научным. Но и при Ельцине появились независимые от номенклатуры средства массовой информации, в том числе и общероссийские средства массовой информации. При Путине таких опять просто больше не осталось. По обкатанному советскому сценарию шла атака и на Грудине. Его сначала залили помоями в СМИ, ну а потом начали его судебное преследование. Ну а дальше судебное преследование примет уголовные формы, его посадят за решетку. Там ему вполне могут принудительно сделать психиатрическую экспертизу и официально, и совершенно научно, так сказать, объявить его вялотекущим шизофреникам. Да вот только Путин и компания проспали интернет. Они в свое время его значение просто недооценили. Они считали, что телевидения или, как сейчас говорят, путевизоров достаточно, чтобы, так сказать, держать умы и сердца людей под контролем. А оказалось, что не так. Ведь для них была неожиданна та мощная поддержка оппозиционных интернет-СМИ, которая была оказана Грудинину. Но и в результате Грудинину удалось в значительной мере сохранить доверие и уважение со стороны народа. Но и теперь уже ясно, что классический советский сценарий расправы над Грудининой уже не сработает. Дальше пойдут цифры, поэтому я лучше зачитаю. 6 июля 10-м арбитражным судом Москвы принято решение оставить в силе решение суда первой инстанции взыскания совхоза имени Ленина 1 миллиарда рублей в пользу 7 его акционеров. Для чего это сделано, понятно. Путину и компанию нужно уничтожить совхоз имени Ленина. Заодно при этом доказав, что Грудинин никудышний руководитель. Ну и им практически уже удалось это сделать. У совхоза имени Ленина сейчас нет 1 миллиарда рублей. А вот и взыскание такой суммы означает его банкротство, но и соответствующую потом распродажу его активов. То есть да, до юра уничтожение совхоза имени Ленина уже состоялось. А вот только с этим решением решительно не согласился народ. И прежде всего работники совхоза имени Ленина. И это еще не все. С этим впервые, пожалуй, за всю нашу новейшую историю, решительно не согласилось руководство КПРФ. И официально объявило, что оно будет защищать совхоз имени Ленина. И здесь прозвучали очень радикальные предложения. Впрочем, не буду голословным. Давайте посмотрим сюжет. Субтитры сделал DimaTorzok Павел Николаевич уже заявил, что у него, а также у всех жителей совхоза, таких денег нет. Фактически решение суда ставит существование данного островка социализма под угрозу. Имущество просто-напросто арестуют и распродадут тем же рейдерам, которые устроили самый настоящий разгром совхоза. Во время заседания народ активно поддерживал Грудзинина на входе в суд. Полиция кричала свои кричалки о социальной дистанции, но народ не расходился до самого окончания заседания. Полицию откровенно посылали, но агрессию они не решили проявить, так как это могло бы вылиться в жесткое противостояние. В сам суд никого не пустили, даже депутатов Государственной Думы. Давайте посмотрим выступления депутатов Госдумы Дениса Парфенова и Валерия Рашкина на крыльце этого самого суда во время народного схода граждан. Вместо того, чтобы выстраивать ЕЛУ, прислушиваться к оппозиции, внимать ее, на мой взгляд, достаточно здоровым, здравым, разумным аргументом, власть, к сожалению, по старой привычке старается пользоваться дубинкой, произволом, преследованиями. И просто действует, как кунтер-пришибеев. Хватать, не пущать, всех загнать, закнуть рты и не позволять высказывать свое мнение. Мы считаем, что если, ну там, сегодня-назавтра, в предкосрочной перспективе, власть может быть, благодаря этому, обеспечивать себе какой-то политический результат, то уже в ближайшем будущем давление в котле поднимется до такого объема, когда он взорвется. И власть тем самым, сама, больше, чем кто-либо, работает на социальный взрыв. Поэтому мы считаем, что власть поступает крайне глупо, неумно, крайне репрессивно, когда идет по пути ограничения мнений, затыкания ртов и преследования тех, кто с ней по каким-то вопросам не согласен. Я убежден, что мы с вами раньше или позже обязательно найдем на это право, дадим отпор этому подходу и сможем так или иначе добиться возрождения в нашей стране принципов социальной справедливости, народовластия и социализма. Все эти два года, как только выборы закончились, да еще во время самих выборов, Павел Николаевич, конечно, подвергался и продолжает подвергаться самому активному преследованию со стороны так называемых правоохранителей, судов и средств массовой информации, чиновников, ненабросовестных конкурентов, и всех-всех-всех встречных и поперечных, кто так или иначе завязан на интересе действующей власти. Мы видим, что уже просто замотали и судами, и преследованием, и всевозможные чернухи, которые льют со всех экранов газеты и всего прочего. Мы видим, что Павлу Николаевичу просто мстят за то, что он смело выступил на выборах президента и не побоялся выступить основным, главным и, самое главное, реальным соперником, действующим президентом Владимира Путина. В этом буржуазном обществе, в буржуазных судах уголок социализма, к сожалению, проиграл в суде. Значит, эта инстанция, 10-й арбитражный апелляционный суд, оставил в силе решение нежестоящего суда о том, что миллиард рублей присуждается со входа Ленина, и он выплатит, должен выплатить, значит, этим, как их назвать, не знаю, безматы, безматы-то не могу никак. Да, не могу никак. Поэтому решение совершилось. Значит, оно вступит в силу, будет еще дальнейшая апелляция, но процесс идет. Вы видите, какое правосудие. Вы видите, какой закон с полицейскими. Нас туда даже не пустили. Даже депутаты Государственной Думы, депутатов Московской и Красной Думы, поучаствовать в этом процессе. К сожалению, мы должны объединяться. Для того, не к сожалению, а мы должны объединяться. Для того, чтобы побеждать. Мы с вами договорились. Я еще раз говорю, мы физически будем защищать совпад Ленина. Правильно! И каждый по 100 человек может привезти. И привезем. Будем отставить право коллектива совпадения Ленина на нормальную, спокойную работу. Там хороший рабочий коллектив, там рабочие места, там прекрасная заработная плата. Там люди уверены в будущем. Вот такие решения судов, это будущее у них отбирают. Отбирают. У них право работать, жить, воспитывать людей, строить замечательные школы. Там школа лучшая в Европе, признана не только в России. Путин ее не признает. Путин не признает, что она лучшая в Европе. А Европа вся признала, что школа лучшая в Европе. И построил Грудинин совпад Ленина вместе с коллективом. Там лучшие здесь садики. Там прекрасный, прекрасный бассейн. Там много что задумано в качестве работы, чтобы жилось лучше наебным работникам, инженерам, конструкторам, коллективу. Не только олигархам, которые обступили кресло Путина и жрут, жрут, жрут и жрут. Никак не найдем. На месте, на газе, обворовывая всю страну. Вот там политика абсолютно социальная, наша, советская. И вот это, 10-й арбитражный апелляционный суд, решил осудить. Осудить. Поддержим? Да! Поддержим! Значит, давайте, борьба только начинается. Я считаю, они перешли рубеж. Они, это Путин. Они, это власть. Они, это чиновники. Они, это губернатор. Они, это Единая Россия, переступили черту, после которой их будут бить долго и больно. Народ будет бить. Народ. Я так считаю. Верного получат. Получат. Нельзя это творить беззаконие. Здесь, рядом, у границ Москвы, в Замкаде, Павел Николаевич Грудинин, я ему звонил. Огромной благодарность выражает вам, кто пришел поддержать коллектив, в первую очередь. Его как личность. Огромное, огромное спасибо. Я передаю его слова вам. Дорогие друзья, я считаю, что все сказано правильно. И под кульминацию нашего сегодняшней встречи, давайте все скажем. Мы все Грудинин. Мы все Грудинин. Мы все Грудинин. Мы все Грудинин. Спасибо. В виде информации, что мы будем защищать юридически совхоз Ленина от рейдерства, мы вам дадим знать. И там встречаемся. Договорились? Реально сейчас встает вопрос физической защиты совхоза. Тысячи граждан уже выразили желание встать грудью за данное предприятие. Повторюсь, что после такого решения суда совхоз ждет полная ликвидация. Те так называемые акционеры, которые требуют миллиард, однозначно передадут управление своим долгом олигархату, как сделала и его бывшая жена, которая также отсудила у него довольно значимую часть совхоза. Она сразу после вручения ей акций все отдала одному известному олигарху, который явно не намерен выращивать там клубнику или что-то еще. Земли совхоза стоят огромных денег и пойдут под застройку дорогостоящего элитного жилья. Если акции бывшей жены особо не влияли на управление совхозом, то этот миллиард долго обанкротит совхоз. Но в дальнейшем его просто ликвидируют. Не дает покоя Путину и всем олигархам этот островок социализма. Их цель полностью вычеркнуть из истории то, что до сих пор ценят миллионы россиян. Ведь пример деятельности такого предприятия явно портит всю картину Путину и его окружению. Грудинин на примере этого совхоза показывает всем нам, как должна развиваться страна. Совхоз у властимущих как кость в горле. Они боятся и рейтинга Грудинина, который, несмотря на колоссальный анти-пиар, не падает до сих пор. Если честно, я не думал, что им удастся провернуть такую аферу совхозом. Но по прошествии такого долгого времени становится понятно, что шли они к этому целенаправленно. Все вы помните заказную чернуху против Грудинина. Затем постоянные скандалы, которые некоторых оттолкнули от Павла Николаевича. И вот когда они решили, что Грудинин никому не интересен, они нанесли решающий удар. Но не все так просто. Народ помнит Грудинина, и несмотря на то, что он не мог заниматься политической деятельностью из-за того, что ему постоянно приходилось отбиваться от очередных атак на совхоз, несмотря на все это, рейтинг Грудинина в разы превосходит рейтинг Путина и любого другого политика. На нашем канале недавно прошел опрос как раз по этому поводу. Мы спросили, за кого бы вы проголосовали, если бы выборы президента состоялись сегодня. 59% наших зрителей высказались именно за Павла Николаевича, а проголосовало более 30 тысяч человек. Это говорит о многом. Человек, о котором, казалось бы, пора уже забыть, вызывает в народе только теплые чувства. Ему доверяют, верят и хотят видеть в роли лидера нашей страны. Вернусь к защите совхоза. Уверен, что уже скоро начнутся события, которые перевернут всю политическую систему в России. На защиту Грудинина встанут многие. Компартия, которая, казалось бы, потакает временами Путину, займет самую жесткую позицию. Путин сам строит себе западню. Да, сейчас некоторые скажут, а при чем тут Путин? Без воли Путина, фактически без его одобрения, в России никогда не происходят такие события. Поэтому мое личное мнение, что Путин это главный участник всего этого действия. И у него одна цель – убрать политического конкурента, а Грудинин – это на сегодняшний день единственный реальный конкурент Путина. Высказывайте в комментариях свое личное мнение по этой ситуации, распространяйте ролик и подписывайтесь на канал. Всего доброго, до новых встреч! Добавлю от себя, то, что у Путина и компании не получилось расправиться над Грудининым, по накатанной советской колее – это очень хорошо. Более того, значение этого сложно переоценить. Почему? Весь мой опыт учит. Номенклатура умеет более или менее, так сказать, эффективно действовать, только работая по конвейеру, по уже намеченной колее и отработанной, отработанной еще в условиях Советского Союза. Если же что-то вдруг идет не так, номенклатура часто, а такое часто бывало в моей жизни, бывает даже становится откровенным, беспомощным и начинает откровенно делать кучу глупостей. Но в принципе это и понятно. Номенклатура – это скоты, а не звери. А звери, в отличие от скотов, трусливые. С моей концепцией зверей скотов вы можете познакомиться в статье «Почему Путин ведет Россию к гибели». Ссылка будет прямо под роликом. Естественно, здесь нет никакого оскорбления. Это в данном случае термины, специальные термины. Статья у меня носит чисто научный характер. Общественный научный характер. Прочитав также эту статью, думаю, вы все поймете, почему это так здорово, что советские законы перестают работать в Российской Федерации. Естественно, они формальные и по-настоящему гнусные советские законы. Я не говорю о хорошей стороне Советского Союза, когда использую это выражение. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии, смотрите другие мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках.